Дорогие друзья, для меня сегодня большая честь, что я была приглашена на это прекрасное мероприятие, где я вижу столько молодых лиц и хочу поблагодарить всех вас и гостей за то, что меня сегодня пригласили на такой день. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть здесь люди, которые помнят эту ночь, когда начали бомбить наши города и села, и каждому пришлось куда-то бежать. К сожалению, сейчас куда-то бежать особенно и некуда от того, что сейчас происходит в мире. Но тогда мы все бежали на восток в надежде, что мы выживем. Я и моя семья, отец, мать и двое братьев пришлось убежать из дома в ту ужасную ночь, когда начали бомбить наш городок, Штейтл, небольшой, и все начало гореть кругом. Единственный вид транспорта тогда был река Днестр. Мы из Молдовы, те, что слышали об этой стране, чудесной Молдове, пришлось бросить все, свой дом, пустыми руками. Быстро бегом к Днестру, единственный метод бежать, это была река, где ему отцу удалось взять лодку, посадить нас и переправиться на второй берег реки, на Украину. Оттуда бежать дальше было очень сложно, потому что транспорт весь был переполнен и пришлось начинать идти просто пешком. По дороге пришлось останавливаться, особенно нам, детям, малышам было очень тяжело ходить. И мы немножко хныкали, но каждый раз нам напоминали о том, что за нами идут немцы, и это будет очень тяжело для всех нас. Но нам не удалось спасти, через несколько дней немцы догнали нас и собрали всех в одно еврейское гетто. Гетто было окружено колючими проволоками, и так мы провели с июля месяца 41-го года по март 44-го. В 44-м году нас Красная Армия называлась тогда, освободила и открыла ворота гетто. Очень много есть написано про холокост, про гетто, про лагеря. А сегодня я увидела то, что сделали молодые, и сумели съездить в лагеря, посмотреть во очи, своими глазами, что произошло в годы войны. Мы прошли через очень большие трудности. Не было лекарств, не было еды, одежда на нас. Каждый день get worn out. Мне уже легче по-минкейски это выразить. И с каждым днем наших родителей, каждый день брали на уборку урожая, это было лето. И им не разрешалось даже заносить что-то в карманах для своих детей. Но у многих может возникнуть вопрос, как мы выжили. Нам удалось это, наверное, делать, потому что не без добрых людей. Среди местного населения находились люди, которые, рискуя своей жизнью, приносили нам что-то покушать. Каждую ночь мы ждали, что кто-то что-то нам принесет. Были и такие, которые просили, сними что-то с себя, кольцо или серьги, принеси, а мы вам за это принесем суп или что-то для детей. Это были очень тяжелые годы. И как мы выжили, некоторые эпизоды. В один из дней из гетто нас выгнали. И мы успели узнать, что нас выгоняют в соседний город, где школа была еврейская, когда-то это называлось лагерем смерти. То есть мы все шли на смерть. Там пришлось ночью мне, ребенку девяти лет, видеть, как зашло несколько немцев, стали изнасиловать молодую девочку лет двенадцати. И на моих глазах мама этой девочки до утра посидела. Это то, что у меня в памяти глубоко осело. Этот эпизод. Потом еще один эпизод. В один из этих страшных дней в этой еврейской школе бывшей, что забежали все, стали стрелять, в кого попали, в кого нет. Мама меня стала заталкивать под мертвые тела. Она говорила, хочешь жить, вот я приподниму это, а ты старайся туда залезть. Очень тяжело вспоминать о тех тяжелых годах. Ну, слава Богу, большим трудом это чистое чудо, что нам удалось выжить. Со временем мы вернулись домой, когда освободили нас. Дом был разрушен. С трудом родители собирали какие-то камушки, чтобы сделать одну комнатку, куда можно было бы нам, где можно было бы поспать. Но недалеко успели мы войти в ту колею, когда можно было бы начинать мирную жизнь. Но, к сожалению, родителей моих в 1949 году выслали как врагов народа. Потому что до 1940 года Молдова была под румынами, под властью румын. В 1941 году пришли, когда русские нас якобы освободить. Получилось так, что у них были списки людей, которые считались более богатыми. И они назвали их кулаками, более пожилые люди знают эту историю. И ночью у меня не было дома, потому что я в столице, в Кишиневе занималась тогда, в школе. В нашем районе, в селе не было хай-скул. И четыре года мои родители находили за реку в Сибири. Я осталась, пришлось опять жить, прожить тяжелую юность, в институтские годы. Ну, прошло я это, окончила институт, уехала с мужем на Дальний Восток, чтобы не оставить родителей одни. Вернувшись оттуда, мы стали уже жить более спокойно. Это было после смерти Сталина. Сказали, что родителям можно вернуться на родину. И мы тоже приехали обратно в Молдову. Прошли годы, работали я, учительница английского и немецкого языка. Мой муж был инженер-строитель. И в 1955 году у нас рождается наш сын. Единственный ребенок, который мечтал. Он был женат уже, ребенок, что надо выехать, где он может. И мы, вся семья, брать больше еврейства, которое нам не всегда было разрешено. Нам пришлось закрывать окна, когда были еврейские праздники, петь еврейские песни при закрытых дверях и окнах. И мы решили эмигрировать. Эмигрировали в Америку в надежде на свободу, на свободное владение нашими еврейскими традициями. Наш сын Аркадий Зайцман очень успешно поднялся в Америке. Он архитектор по специальности, стал работать, карьеру свою повышать. И, к великому сожалению, 11 сентября явилась наша повторная трагедия. Наш сын, который должен был рассказать о дизайне Renovation of Toronto Airport. Это был его последний проект. Он должен был встретиться с заказчиками из Торонто. Эти люди приехали и предложили ему, что мы не придем к тебе на работу. Скидмор Оунингс Аркитектурал Кампани, очень известная компания, где он с ним работал. Давайте лучше встретимся на 105 этаже, в World Trade Center. И в тот день, трагический для нас день, погибает наш сын на 105 этаже. С тех пор наша жизнь поделена на до и после. Но есть люди, которые с первых дней трагедии наших стали нас, они нас нашли. Мы все бегали пир 93, где был сделан за ночь буквально пункт, где можно будет видеть людей, которые смогут нам что-то сказать. И в такие тяжелые дни, когда мы приходили на этот пир, появляется женщина, я прошу ее встать, Дина Лидер, появляется там, встречает нас всех родителей и спрашивает, кто из вас говорит по-английски, кто не знает английский, идемте со мной. Я была, по-моему, единственной из них, которая говорила по-английски. И эта семья, Дина и Джонатан Лидер, в течение 9 лет собрали наши все семьи, в единую семью. И они явились лидерами. Они являются, ой, я извиняюсь, лидерами. Не только по фамилии Лидер, но они явились лидерами наших всех семей, которые потеряли своих близких. Вот здесь сидит тоже представитель семьи Алканаевых, у которых погиб брат. И нас, к сожалению, 96 семей. И видя, что молодежь представляет собой, еврейская молодежь в наши дни, мне кажется, что мы можем жить более спокойно. Вы наше будущее. То, что случилось с моим сыном, мы считаем это продолжением Холокоста. И то, что делается в мире, что происходит во всем мире, нас очень-очень беспокоит. Но вы, будущее наше, которым мы очень доверяем и надеемся, что вы сможете делать все возможное. И стать частицей того, чтобы мир успокоился, чтобы в Израиле наступил наконец-то мир. Будет в Израиле мир, тогда будет мир и нас. И мы будем свои годы заканчивать с надеждой на то, что будущее поколение наше будет бороться за мир. И желаю от всей души вам всем чистое небо, чтобы вы жили в спокойном мире, чтобы никогда не повторилось то, через что мы, извините, через что мы прошли. Здесь у меня, я хочу показать вам, Дина, помогите, пожалуйста. Это фотография сына нашего, единственного сына, который погиб в этот несчастный трагический день 11 сентября. Дай Бог, чтобы никогда никто не терял детей, чтобы было наметное небо над нами. О сыне также написана книга на двух языках. Называется «Остановленные на взлете» и по-английски «Stopped in his prime». Это семейная книга, собранный материал о нашей семье, о его работе, о той карьере, которую он добился в своей жизни здесь, в свободной стране. И здесь рядом у меня фотография из музея Холокоста. Мы с мужем являемся там, в мембершип, мне уже тяжело, языки смешиваются, у меня два мнения. Моя внучка, единственная внучка, у которой погиб папа, ездила в экскурсии в Вашингтон, в Холокост-музей. И там она нашла фотографии нас, меня и мужа. Мы были в разных гетто. И привезла нам фотографию, и музей выдал свою рамку. И вот мы это храним. Мне здесь, по-моему, 11 лет, мужу 12-13. И опять я повторяюсь, извините, что я задержала Ваше внимание. Но то, что я рассказывала, я думаю, что вы все хорошо запомнили. Потеряно у нас было в годы войны 72 человека. Из них у меня и у мужа. Из них 40 детей погибло. Остальные старики, такие как мы, погибли от ран, от тяжелой жизни в гетто. Всем вам, присутствующим здесь, мы всем желаем счастья, мира и мирного неба. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!